Набор продуктов здесь максимально простой. Вообще в оригинале чай джан мён готовят из строгой свинины, но мы свинину не едим, поэтому используем говядину. Также морковка, картошка и, собственно, лук. Это самый главный ингредиент, это паста чай джан мён. Состав можете прочитать на упаковке, здесь написано это соевые черные бобы, кукурузный крахмал и рисовая мука. Добавляем картофель. Добавляем картофель. Добавляем картофель. Добавляем картофель. Ну, что у нас получается, друзья? Аромат классный, кстати, мне очень нравится. Ким Тасом мне объяснил, что лапша здесь по размеру точно такая же, как на Гиро Лагман у нас. Может быть, чуть-чуть тоньше. Поэтому мы сейчас вручную всё это дело вытянем. Добавляем картофель. Вот у нас что получается. Ну, что ж, друзья, у нас чай джан мён готов. Только я немножечко ошибся, это, кажется, не жарено, а отдельно как бы подлива подаётся к лапше. Я, наверное, неправильно понял каким-то сонам. Нужно, значит, лапшу размешать. Короче, как нужно это есть? Нужно взять чеснок. Лук с уксусом. Лук крепчатый с уксусом. Разогнать свои рецепторы. И после этого попробовать лапшу. Бомба! Ну и в прикуску кимчи. Друзья, это очень вкусно. В общем, друзья, подводя итоги, хочу сказать, лапша реально вкусная. Особенно если это пробовать вместе с прикуской с кимчи, чеснок, да, разгоняешь свои рецепторы. Готовить это на каждый день. Я бы готовил. Можно ли есть это детям? Вообще абсолютно, 100%. Вредна она или нет, я не знаю. Но это интересное блюдо. Поэтому, если вам понравилось, поставьте палец вверх. И большое спасибо Ким Десону. Так что давайте, друзья, накидаем ему лайков, комментариев. И если вам понравится, мы будем продолжать снимать выпуски с Южно-Корейской Кухни. Всем спасибо. До скорых встреч.